И всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем смотреть Егорика. Даша Дошик против 50 хейтеров. Но перед началом я тебе попрошу поставить лайк, если тебе понравится эта реакция, а также залететь в комментарии и оставить свой отзыв великолепный. Ну а теперь мы с вами начинаем и не забывайте, кстати, про конкурс. Полетели, господа. Даша Дошик, 150 хейтеров. Послала подписчиков? Вот сейчас и узнаем. Так, а рекламу скипаем? Спасибо. Даша Дошик и 50 хейтеров. Ну что, ребята, начинаем. Поехали. Шкарет. А у нее реально фамилия Шкарет? Шкарет. Даша уже у нас. Дашуль, ты смотрела наши выпуски общих хейтеров? Да, все выпуски смотрела целых. Блядь, что у нее с голосом? Она как будто караоке под вечерами хуярит, потом, блядь, на интервью всякие идет. Один. Самины Тендерли боятся. Только давай по-честному, не пить ими на твоем стриме сейчас находимся. Если Тендерли находится в компании, то эта компания дерьма. Зато она мама. Хуя это въебали. Есть 5 миллионов рублей там на машину купить. Не думала ли ты вернуть свой нос с ним? Ты была популярнее? Это пизд... Ебать вопросы, вот учитесь, а. У меня просто тоже было такое шоу, когда хейтеры ко мне приходили. Они просто такие, Кранич, как дела? Ну, с Амины он самый такой хайповый, потому что она очень бойко отвечала. Ты сегодня настроена как вообще? Ну, я хочу разнести Амину по просмотрам, поэтому... Оооо, получилось, наверное, кстати говоря. Ну, хотя 7,7 лямов, а сколько там, пробейте инфу, сколько Тендерли боя набрала? Слава Гочи, я к ним конча, говоря топовый чел. Посмотрим, обязательно, спасибо, Раслан, я уверен, он топовый. Я настроена серьезно. 7,4 лямов? Реально перебила, вот это я понимаю. Сейчас насрать теперь на их мнение, я делаю контент ради себя и ради денег, которые зарабатывал. А вы дальше смотрите на мои сиськи, мальчики. Оооо, ты была на меня подписана. Оооо, это получается как интернет-шлюха, можно так назвать, нет? Я ненавижу тебя. Ты просто девочка с кринжовыми тиктоками. Я прямо сейчас могу смыть макияж, если вы считаете меня гоблином. Смывай, 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 смывай. Да просто пиздай, ну реально, ну перебой. Ой, блять, ну так-то да, гоблин, блять. Ладно, я же суждаю, блять, шутка, шутка. Угораешь. Ты знаешь, что пиздец, как маникюр, ой, этот макияж меняет. У нас есть же такая тема, что если хей... Ну реально, блять, два разных человека просто. Тендер задает какой-то вопрос, на который ты не сможешь ответить, то я получил ему 5000 рублей, поэтому ты уж постарайся. Угу. Выходи! 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 Леди и джентльменс! Блять, я бы хотел попасть на такое шоу, реально. Ну что ж, ребята, сегодня вы приехали с другого конца города для того, чтобы задудосить Дашу. Надеюсь... Надеюсь, вы будете жесткими. Егор, 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 Егор. Нужно поменяться местами. Из-за того, что у меня правая сторона такая лучшая, да? Причите, это... Ты не считаешь, что как личность ты из себя ничего не представляешь, и поэтому твои разговорные видео никому не нужны. Если бы я ничего из себя не представляла, я бы не зарабатывала столько, сколько ты не... Блять, я понял. Тут реально все про бабки будет. Типа, реально. Никогда не заработаешь. Если бы я родился... Фу, блять. Она специально, нахуй, так делает, мерзко. С четвертым. А я, может, она сама... Она, знаешь, она такая из тех, типа, блять, да ты рот у стоматолога будешь открывать. Вот такая, типа, подруга, блять. Размером я бы так же зарабатывал. Зай, размер груди не так важен, как умение, труд и талант. Чув... Пиздец. Не, ну талантом реально надо быть, ребята. Пиздун, блять. Чтобы снимать видосы, обязательно нужен талант. Запомните. Вот ты не обладаешь. Ну, смотри, у меня не четвертого размера груди, но все вроде в порядке. Я думаю, многие из этой студии видели видео, там, где Даша оправдует педофилов. Это как-то связано с... Да, такое было. ...насилием в детстве. Ее насиловали? Про педофилов хороший вопрос. Прям покопался, поискал. Короче, это было неуместно, это было не круто. Я тогда была... Блять, это как быдло сидеть, нахуй. Очень маленькая и не понимала, на какие темы я шучу и какие темы я поднимаю. Поэтому от... Хотя волнуется, видно. Я как этот психоаналитик буду, типа, так, нога дергается, значит, все. Значит, это образ, блять, значит, это все пиздеж. Отвечу на твой вопрос. Нет, насилия в детстве у меня не было. Также за эту шутку я извинилась и извиняюсь еще раз. Неудачные шутки бывают, это нормально. Правда, Санек? Я не знаю такого. Давайте... Пытаешься этим оправдаться и посылаешь попичков просто... Не, кстати, знаете лайфхак? Вот если что, блять, ну, если вы вдруг женщина, блять, тиктокер Шадану, вот примерно, как Даша Дошик, ну, просто мало ли меня такие смотрят, то если вы чувствуете, что ваши просмотры начинают падать, блять, вы, ну, типа, откровение делаете, так сказать, фотосессию, ебать сиськами, и просмотры идут вверх. И так вот до конца жизни. Тебе вообще норм? Ты же не Моргенштерн, ты просто девочка с кринжовыми тиктоками. Пошел... Да фу, блять, блять, я, наверное, думает, да я королева, его, как я урыла, пиздец, фу, ебая крутая, бля. Идите на... Все паблики, все хейтеры, все комментаторы, которые мне пишут, что я скатилась, я уже не та. Идите на... Я сделала волос из комментариев. Блять, возможно ли в тиктоке скатиться? Вот просто я не представляю, реально, я не видел ни одного примера, чтобы кто-то в тиктоке скатывался. Стоп, что это за... Это мой видос. Ходила в этот гебаный салон и осветляла себе волосы, чтобы вернуть вам старую дашь. Идите на... Я буду зарабатывать деньги своими сиськами. Буду... Ну нормально, да? Потому что могу, идите на... Вопрос был про то, что я... Блять, почему я не могу зарабатывать бабки своим членом? Я посылаю всех подписчиков, хотя я скатилась и типа... Ну тебе норм, ты так делаешь. Ну типа, ты не вернешь хайп, какой смысл? Мне п*** на хайп. То есть ты п*** на подписчиков? Я мне... Вот блять, кому кому, но ей на хайп вряд ли п***. И не п*** на деньги, которые я зарабатываю на вас. Ну так блять, это взаимосвязано так-то. Всех мне глубоко п***. Ну п*** на подписчик. Да. Мне на вас п***. Фу, блять. Да она заебала, блять. Ладно, я теперь тоже так же буду. Эй, Фуднич, дады лошара. Жёстко. Окей. А тебе реально пофиг на подписчиков? Абсолютно насрать. После того, что я прошла, как они меня хейтили, булилили. Мне вообще насрать теперь на их мнение. Я делаю контент ради себя и ради денег, которые зарабатываю. Вот ради себя делать контент, блять. Ну так... Эээ... В идеале, блять, сама и смотри тогда свой контент, нахуй. Я не знаю, реально, есть же, блять, инвалиды, которые смотрят. А вы дальше смотрите на мои сиськи, мальчики. Эээ, зай. Я в шоке. Это очень уверенный ответ, но... Если так считаешь, окей. Даша, почему ты посылаешь на... Свою аудиторию, которая, в частности, состоит из детей? Понимая, что твои видео байтят их на комментарии, которые продвигают и дают тебе просмотры. То есть ты посылаешь на... Аудиторию, которая намеренно батишь на очередной комментарий про сиськи и кривляния. Получается, ты обижаешься на то, что ты и создаешь. Штупа, это говорит то, что подписчики, я вас люблю, я вас так обожаю, вот такие... Я не знаю, потому что она пробует Моргенштерна повторить, ну как бы... Ну как-то это прям мерзко смотрится, правда. Подписывайте, подписывайте, я вас всех так сильно люблю. Я искренне говорю, у меня на вас п***, мне п*** ваше мнение, потому что я уже заеб***ть вам угождать. Делать так, как вам нравится, снимать контент, который вам нравится. Это идите вы, ну... Ты же врё... Ну её прям это задевает жёстко, в любом случае, ну потому что... Да задевает сто процентов. Лёш, ты врёшь. Ну где я вру, Зай? Ну потому что... Зай, бля, зай, дитя вру, бля. Смотри, ты снимаешь видео намеренно. Ты то есть поднимаешь камеру. Я снимаю видео не для вас. Удачного стрима. Здарова, Крон, спасибо большое за 10 рублей. Вас ради денег, зайди. Да, вот она прям конкретно делает вид, что ей похуй, но ей вообще не похуй, блядь. Как только... Вот я прям... Как только у неё будет какой-то спад, и её сиськи, блядь, уже вообще не будут работать, она начнёт глубоко, блядь... Самое важное слово, глубоко... Извиняться перед всеми, нахуй, кого он слала, нахуй. Деньги. Ты же сама... Это так и работает, блядь. Когда человек на пике, он ловит звезду и такой, да мне на всех похуй, насрать, поебать. Когда она приземляется, блядь, она такая, пиздец, как это денег нету, как это, блядь, так? Извините. Говоришь, что тебе не нравится кривляться и тому подобное. Блядь, в ТикТоке она не извинялась, блядь. Я видел этот видос, где она такая, ой, блядь, ребята, простите, блядь. И пачку долларов показывает, нахуй. Мне кривляться нравится, я родилась уже клоуном. Ты видишь, макияж на мне. При этом ты говоришь о том... Ну, это реклама Моргинштерн, блядь. Ну что, типа, я не буду снимать то, что вам нравится. Типа, ради денег, деньги, зай. Криндж. Ну, это реально криндж. Это криндж, это даже не ответ. Я королева кринджа. Кридош. Блядь, она, честно, она ТикТок пересмотрела, блядь, и теперь на всю каждую фразу, она чувствует, что она введите, блядь, ну, типа. Заш, у меня в голове иногда вот, когда какой-то момент происходит, я представляю, как это можно сделать с монтажом, типа, да, просто вот как-то в голове. И вот она, наверное, так же, блядь. Она, наверное, думает, что сейчас я отвечу ему, зай. И после этого, как вот на резке, блядь, в ТикТоке с этим, как его, мылстроим, блядь, будут, где он там, блядь, жестко вот это все, ту-ту-ру-ту-ру, под какую-то музыку такую. Навалило? Не, в смысле, она ответила все четко? Где? Где ответ-то? Ну, она ответила искренне, как она считает. Но она на все может отвечать, не по***й. Я делаю контент ради денег, не ради подписчиков, все, точка. Если вы считаете мой контент кринжем, ребят, у меня в шапке профиля, королева кринжем, еще вопрос. Слышишь, вопрос в том, что, типа, ты посылаешь на хуй, знаешь, что ты снимаешь кринж, то есть ты ноешь на то, что тебя хейтят. И говоришь потом, я не буду, потому что у меня хейтить. Я все... Вот реально, она чем больше привлекает внимание к хейтерам, тем больше у нее хейтеров, нахуй. Но это работает, кстати, ну, в плане того, что она же по-любому... Да, от нее отписалось много людей, но она же, типа, в медийном плане возросла. Ну, в плане того, что они много людей из-за этого узнали. Еще ее хейтерами больше стали. Парьеры, которые я снимала... Просто как будто, блядь, если она сотрудничает с какими-то брендами, от нее же нахуй отказаться могут, блядь. Вот тогда она лапу пососет люто. Я снимала ради аудитории, я подстраивалась под комментарии, под хейтеров, под подписчиков. Все, что мне писали, я под всех подстраивалась. Каждый комментарий я читала, обращала внимание как на хорошие, так и на плохие. И в какой-то момент, вот когда я записала видео, что... А что-то изменилось, вот, с того момента, когда она слушала подписчиков, и с того момента, как она не слушает подписчиков. Что-то, блядь, в ее видосах изменились. Там перестали быть сиськи, блядь, или что нахуй, не понимаю. Что тогда сиськи были, что сейчас как-то. Послала всех нахуй, у меня просто сгорела жопа, у меня полыхнуло очко, потому что я все 4 года, все 5 лет, даже больше, 6 лет, занималась тем, что подлизывала своей аудитории и делала то, что нравится им. Ну, лично, лично мне, я помню один видос, который, типа, там был, что-то, меня все хейтят, блядь, и потом там с клейкой, типа, и я, который в час ночи сидит и разбирается, как монтировать, блядь, и вся какая-то хуйня, вот такой видос позорный, блядь, видел. Ну, я, безусловно, благодарна тем людям, которые меня любят, которые меня смотрят. Тогда ты разделяй, ты говоришь, те, кто меня оскорбляют, идите на... Знаете, мне на вас... Даже если вы меня очень сильно любите, мне на вас по... Кто-нибудь сделает вырезку и просто вот из этого похуй, 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 вот столько вот вырезок, сколько раз она сказала. Что говорило, что ты им благодарен. Минус реп. Ты разберись в своём мнении хотя бы. Зачем? Ты сейчас говоришь... А когда обосралась такая, да, да нахуя? Весь совершенно похуй. На две противоположные вещи. И что? Я еб***, мне можно. это хотя бы красиво получалось делать а еще ты отписалась от меня что в двадцатом году ты была на меня подписана и отписалась я ненавижу тебя тебя обидно от этого до меня сердце раскололась блин давай заново подпишусь хочешь давай прям сейчас вот ты же не слушаешь мнение никакалась если вы не хейтера фанаты это конечно подписка отдашь от минус хейтер уже 49 получается для вас важно стать что перед тобой две железные дороги на одной стоит твой бывший парень никита а на второй карьера тик токерша едут поезда вопрос кого ты спасешь дорогу железную не надо выбери какой-то вариант это слово обожаю вопросы про поезда это вообще решающий момент ну конечно я спасу я выберу карьеру тик токера никита прости ты души жест ну во-первых пошел на как ты просила твой заказ выполняет это вот это же пиздец она в возрасте 14 лет застряла блять вот когда шутки про стоматологов были и прочую хуйню вот она до сих пор также отвечает наверно даже заят даша почему у тебя даша дошик они даша кринжик может к или бомжик камеру все попробуешь в вебками кстати я думала об этом я думала завести о себе он лик думала там чего-нибудь прикольное приду когда все по пизде пойдет тогда вот и будет сейчас все блять абсолютно карина стримерша блять кто еще блять на он лики сидит марана батаре кто знает но потом я поняла все идет по пиздец заводи он лик особенно если у тебя когда-то раньше была медийка а то что я оставлю это на как тут в руках и на случай глава когда у меня вообще все будет настолько охеренно что не куда больше нет мне кажется больше охеренно чтобы еще бустануть свой взрыв я открою отлика возможно когда непонятно барана батаре всегда такая была ну просто типа она щас именно в only fans уебалась там скинешься у конечно за это хейтер всех ты просто но уже не первый раз приходишь это абсолютно каждого я определенно хочу только он ненавидел всех говорят что вы расстались парнем из-за его измены тогда наверно он увидел я без макияжа и понял что четыре года сползгопленным из-за чего вы расстались на самом деле из-за того что у нас просто со временем размылись взгляды объясняю мы с ним вместе встречались четыре года и когда мы начали встречаться мне было около 15 ему было там 16 лет и мы выросли нам уже по 19 по 20 лет выросли мы по-разному у него поменялось мировоззрение в свою сторону и вдруг короче люди вырастают это надо принимать это нормально а по поводу макияж мне не нравится нахуя я прям сейчас могу смыть макияж если вы считаете меня гоблина подтвердит этот факт тупо зачем давай мой смывай 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 а вот это сильно это очень а можно просто гримера сделаем так смотрите ребят смотрите пару минут она вернется хорошо быть парнем краситься не надо вот ебать идеальный ебало просто без всяких гримов макияжей вот оно я смотрю на и руки они даже не трясутся даже у меня трясутся я просто ведущий это жестко это жестко очень один раз полностью весь весь это если это образ то в принципе но окей как бы да но можно принять блядь ну если она в жизни такая ну это пиздец ну прям реально я просто надеюсь что это образ ок встречая гоблин младший очевидный образ мне кажется может быть и не факт эликсиры стоит два алмаза другое дело за место лица жопа и ну вы прикиньте насколько она смелая на типа она полностью открыт для вас поэтому душите сколько она смывала это то прикинь сколько три тонны штукатурки весят тебе все помогали доели мне молоточком вот так вот отбивали короче чтобы это меня смывали ребят она джаз давал если ты так открыто говоришь про он ли фанс ты будешь готов продавать свои голые фотки ну когда-нибудь возможно да почему нет я ответил на твой вопрос зашквар ладно все и по обе классный плюс в этот семерочка так это реклама до свидания семерочка блять восьмерочка девяточка блять ебать какая долгая реклама мне нахуй твои пельмени не нужен до закончить ты пожалуйста даже мерзко смотреть зачем ты показываешься без макияжа вопрос зай ты даже с макияжа будешь ужасно выглядеть не называя меня за и пожалуйста туда зай ладно но зачем я выхожу без макияжа если на это мерзко смотреть зачем ты живешь если на тебе мерзко смотреть абсолютно логичный вопрос зачем я мама родила я ничего не виноват зачем ты задаешь вопрос который не требует ответа понятно пошла к нас милая передача вообще отлично типа дать и похлопаем без негатива гайс честно перебивочку снова передохнуть честно это впервые вообще этот выпуск самый жесткий из всех выпусков наверно будет единственный такой часто ли ты вертишься я приду и туда вот когда-нибудь и жопу покажу всем хейтерам своим запоминайте ребята перед зеркалом любое с собой по утрам без макияжа сильно ты пугаешь смотря на себя в зеркало вообще не пугаюсь я обожаю себя как без макияжа так и с макияжем заю ставь сюда красиво и очень нравится этот контраст тут он в любви признаются кто-то не подписчик просит подписаться мои мои сразу видно все даша в интервью на шоу да да нет нет ты сказала что приносишь пользу людям так скажи какую пользу ты приносишь в этот мир кроме привлечения заработка с малолетней аудитории без наверно блять есть такая группа людей по-любому мы везде всякие найдутся как говорится и у меня такие есть ну я не осуждаю конечно смысле просто типа вот ну и некоторым нравится что настроение поднимается блять из-за видосов правда я не ебу как блять но может быть сформированного мышления когда ты повзрослеешь когда будет интересно смотреть ко мне на стрим он всякие до танцатики приходят бывают на тебя не на твои арбузы хороший вопрос прям искренне видно глазки горят когда это задаешь спасибо за по поводу того что вырасту я или нет это вряд ли я уже полностью сформированная личность есть мы считаю такой по поводу моего контента я как являлась ты к буду кривляться и зарабатывать миллионы поводу кринжа да я королева кориджа и что какую пользу ты приносишь людям в школе было блять она какую-то мы вот прямо одноклассницу напоминают но должен же как-то школьник который заходит в тик ток себя в пубертатном периоде удовлетворить для этого есть блять другие сайты это не польза человек не рожден для того чтобы то есть ты обесцениваешь весь труд актеров правильно понимаю тоже не порно актер порно актриса нет какую пользу ты приносишь людям люди смотрят мой контент и улыбаются как минимум человек рожден для того чтобы радовать других какую пользу именно ты вносишь я радую людей я клоу чем ты радуешь людей сиськами это не радость и ты тебя не радует женская грудь меня радует женская грудь у тебя это не товарищ твой сидит этот это все-таки твой любовник нет это не мой товарищ он уже дрочит блять спалили блять рассекречиваемся блять не надо переводить все понятно блять ему смотри она ответила она сказала радовать людей все люди радуют друг друга человек для этого рожден изначально но она радует конкретно кого-то сиськами рады да без такой тиль-тиль теперь у пацана а вот зай но это твое субъективное мнение она стала радует это общее понимание я не только с этим связан контент говорит да с этим с этим с этим с этим и сиськи я показываю крыжова и я чё 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 у тебя есть контент где ты делаешь макияж даже карам бэйби делает это в миллионы раз лучше ты просто бесполезно в едином поле я бесполезно какой целых 22 миллиона подписчиков я такая бесполезная позже эти просмотры у тебя не поднимаются больше пяти миллионов эти миллионы денег господи деньги про просмотры аудитория которая перешла из мюзикли уже давно тебя не смотрят а на ютубе 2 миллиона тебя чем-нибудь говорит просмотры кстати знаете в чем прикол вот я думал на тем выкладывать видосы в тикток или нет я конечно буду это делать все равно но просто аудитория тиктока ёбнутая вот прямо не максимальные дебилы блять они прям конченые люди нахуй вот прям пиздец им же нужно чтобы быстро быстро все это блять происходило короче все кто в тиктоке поднимаются они быстро гаснут нахуй но они прижали аудитория тиктока дебилы ёбаный блять а топ-1 вакам нахуй если у нее есть два ляма на ютубе блять там от живых нахуй аудитории 300 тысяч максимум дебилы блять эти тиктокеры логер тебе о чем-нибудь говорит топ-1 вы как блогер сейчас вк активно перегоняет всю аудиторию платить себя за это до 22 миллиона человек с тобой абсолютно не согласны мои многомиллионные контракты тоже поэтому я ответила на твой вопрос отказались какие-нибудь контракты от нее после этого или нет я считаю что она ответила на вопрос со мной в аудиторию поднимешь 23 маха какая разница какой год блять тикток и разную хуйню смотрят многие будут солидарны из моей команды профильные клипы туда выкладывай блять все я просто не умею выкладывать тикток видосы если кто-то знает ребят там в комментах напишите как выкладывать летс гоу летс гоу ой я вас сломала ребят вы живы я вас не буду больше посылать ребят извините я что-то жестю жестю сегодня наш ты только что смыла макияж но ты сказала что тебе по твоих хейтеров но при этом ты им угодила и пошла и смыла для этого макияж это окей чтобы они посмотрели какой у ее страшный гоплин чтобы не обосрались до мальчики не за что ну то есть я не пофиг да на хейтеров все равно пофиг за это сможешь перед огромной толпой хейтеров смыть макияж и при этом сидеть и уверенно отвечать на все ну да ну мне нет хейтеров присаживайся а ко мне есть вопросы у меня есть присаживайся почувствуй меня на себя на своем нам она пошла не по плану ну ладно хаваем так знаешь знаешь как тебя зовут привет кристина кристина у меня к вам вопрос кристина скажите пожалуйста каково это быть у не страшной и чмошницы ну я себя такой не считаю которая сидит и не умеет даже задавать грамотно вопрос я такой себя не считаю правда пути если я тебя не задела почему ты на меня обратила такое внимание зай потому что я могу делать то что я хочу я хейтер я тебя хочу сейчас какого тебя да 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 душно душно блять а вот прикинь я все это время сидела без макияжа и абсолютно без чьей-либо поддержка ахуеть блять вот это титан машина ёба не врут надеюсь ты поняла в чем урок то был я так и не понял блять нихуя себе ну бачле бля показала преимущество разъебал я ничего не понял еще выводы на давайте похлопаем спасибо алё кто-то без тиктока кто я без тиктока да никто ну ладно просто раунд я дашь меня зовут миша мефест вопрос рэп рэп сейчас будет рэпом было ли никита девушка в ваших отношениях в каком плане девушка уточни пожалуйста свой вопрос ты зарабатывала деньги и он тебе помогал был был ли ты человеком который а никита который морозов что ли блять или кто нахуй это он морозов который работает а он как человек который в принципе сидит на шее он не совсем сидел на шее ну короче сложно объяснить в общем он был как продюсером а я исполнительный слотники ты морозова слышал вот эту хуйню что он типа блять расстался с какой-то девушкой которая в медийном поле нихуеву двигается который он поднял блять типа и он был продюсером и и ролью моим помощником бухгалтером он короче отвечал за финансы забыла когда ща прогуглю бывший дашь и дашь и дашь и а нет блять из какой-то ржихую еще полтерию за вот эти вот все бумажки математику куту в которой они шарю а я отвечала за творческую часть за реализацию творческого контента и поэтому у нас такой симбиоз происходил то что я дополняла его он дополнял меня поэтому сказать что он нихера не делал это невозможно сказать также он занимался строительством дома короче еще всем где мы вместе жили поэтому я не считаю то что они делал похлопаем никите я не буду почему именно после расставания с никитой твой контент превращается в объективных реформируется на том что ты кривляешься и просто светишь сиська ничего не изменилось до этого также было потом еще и ноешь за то что тебя хейтит так еще и ты не можешь ответить нормально на вопрос ты никак не аргументируешь ты просто иди тихой сложный вопрос слишком много всего сейчас подожди я думаю смотри я всегда делаю такой контент просто не настолько сильно оголяла своих стендерли бои был морозов нихуя малышей нет просто в один момент пошла прям волна прям до кринжа тина ну прям это пи старалась спасибо кринж это субъективно вообще история не мне наоборот приятная королева кринжа я же говорю мне то что я кринж делала спасибо очень приятно я на это и нацелена мой контент создан для того чтобы вызывать эмоции как раз таки про я же актер я должен вызывать у вас эмоции че слова блять тупо копирует блять моргенштерна ну прям вот сто процентов который молодой человек спросил польза моего контента контента вызывать эмоции а то почему ты не можешь нормально отвечать ну реально аргументированно ты просто у тебя на каждый вопрос ответ по типу идите на ну потому что я не хочу сейчас включать свой мозг зря ради каких-то которые сидят у меня хейтит ну ты сюда пришла чтобы отвечать своим хейтером а ты сидишь просто посылаешь секунду и можешь свое слово нормально сказать хочешь обычно нахуй посылают ну и урелье это задевает она не знает что им ответить и она просто такая идите нахуй еще на пахуй аргументированный ответ будет аргументированный ответ смотри ты мой хейтер ты пришла сюда чтобы меня похитить правильно следовательно ты настроила настроена ко мне с агрессией как я должна быть к тебе настроена тоже следовательно с агрессией потому что на агрессию все отвечают агрессии правильно следовать что на как только ты мне задаешь вопрос это послан все логично аргументированный ответ ладно давай за и целую вообще не особо на самом деле да не но аргументировано получилось как ты знаешь я понял если зрители будут смотреть видос они подумают такой тут минус флайп агрессия ты можешь ну скажи что все фоткаться потому что после съемок да ребята они потом все фоткаются зови точную сумму сколько ты зарабатываешь и сколько отдаешь своим родителям точную цифру а родителям я даю не так много только если они просят они просят очень редко зарабатываю тебе прям точную сумму назвать за ежда да я чё помню что ли сколько я заработал я помню сколько я потратила могут назвать сумму которая потратила в дубай моли не нужно сколько ты заработал за еж сколько заработала точную сумму в этом месте блять за его ты любил какой-то душный боже самый интересный вопрос задал бля и бать задушнил бля не хочу отвечать все едино а че такое а че такое я тебя таким же вопросом что у него было я просто пять тысяч хочу получить у меня денег мало сколько у тебя подписчиков то есть цифру без заглядывания в телефон нихуя себя так можно блять сколько у тебя костей в теле блять а нахуй отвечай блять сколько у вас костей для без google справитесь нахуй а вот и пошли нахуй 5 тысяч мне каждый счет а вот гол из комментариев тоже но это читерство в какой сетки в тик токи точная цифра точная цифра так готовит ты нет не подсказывать не подсказывать нельзя подсказывать я сказал без заглядывания в телефон да это я заглядываю она не заглядывает он готовит он не подсказывает он не подсказывает я не могу на ответить на твой вопрос извини за и все хорошо окей он заработал 5000 рублей и вот этому сразу дай который про деньги спрошу в чем смысл скрывать доход там либо мало типа либо много и она боится налоговой так легко разлетаются мои деньги все я думаю на этом и закончу дашь ты невероятно сильная я не надо но я тоже сильный всегда тоже нахуй посылать представляю каково это как ну хотя нет я представляю здесь сидел но так отвечать могут только избранные вот хочу тебе за это похлопать ты молодец реально по факту также я хочу странно яйца книга тебе может прозвучать на этом поблагодарить и хейтеров потому что смелости тоже нужно чтобы задавать задавать такие вопросы в лоб и не бояться поэтому им тоже похлопают вот кто заработал держи пятеро и кто-то еще вопрос дал про это видео потрачено было 10000 точно ты хорошо это было шоу хейтеры подписывайтесь ставьте лайки но нормально ребяточки спасибо вам всем за просмотр и всех люблю конкурсе участвуйте в телеграме переходите там вся информация есть и обзор мой посмотрите на эту мышку потому что нужно понять на что вы участвуете как бы ну и всем пока за юшки